В Ом Студио функция бокового канала реализована не только просто, но и наглядно. Теперь появилась возможность увидеть, как осуществляется сайдчейн изнутри. Давайте рассмотрим стандартный пример создания пульсирующего эффекта на синтезаторной партии. Конечно, это всего лишь из примеров. Сайдчейн часто применяется и во множестве других ситуаций. Смотрите, в данный момент у нас имеется два трека — бочка и синтезаторная партия. Известно, что в основном для сайдчейн-эффекта используется компрессор. Поэтому перенесем плагин FabFilter Pro-C в любое свободное место интерфейса модульного режима. Интересно, что в Ом Студио каналы микшера представлены в качестве виртуальных рэковых стоек, которые можно подключать друг к другу через виртуальные кабели. Как вы видите, рэковая стойка с компрессором отличается тем, что помимо входного разъема имеет разъем для бокового канала, к которому мы подключим управляющий сигнал нашей бочки, после чего, предварительно отсоединив синтезаторную партию от мастер-канала, подключим ее к входному разъему стойки с компрессором. Теперь остается настроить компрессор, чтобы получить желаемый характер и глубину пульсирующего эффекта. На этом наш обзор Ом Студио подходит к концу. Теперь вы умеете обращаться с основными функциями этой рабочей станции, поэтому не замедлите попробовать ее в действии. Только представьте себе, какие возможности быстрого и качественного создания музыкальной композиции открывает работа над проектом в команде коллег. Позвольте пригласить вас посмотреть заключительное видео, в котором мы сделаем обобщенные выводы и подведем итоги.